Защитник Родины не имеет ограничений по возрасту и даже полу. Поэтому девушке в армейском строю – дело привычное. Вот и Яна Новик решает свою жизнь разукрасить в цвет хаки. Новобранец торжественно клянется мужественно и самоотверженно защищать Беларусь. Знаковый ритуал – начало пути контрактника. Хотела сюда в первую очередь попасть, но не могла этого сделать. И как только мне исполнилось 19 лет, место освободилось, я сразу же поняла, что я хочу, наравне готова защищать Родину вместе с мужчинами. Присягу в 147-м зенитном ракетном полку принимают более 50 военнослужащих. Торжественная церемония традиционно проходит в кругу родных и близких. До этого дня пополнение весеннего призыва обучали азам армейской службы – от правильной шнуровки берцев до огневой подготовки. Они прошли уже определенный этап, возмужали, уже родители увидели, что они изменились достаточно сильно, получили определенные навыки и дальше будут проходить свое обучение в вооруженных силах. Клятву на верность Родине в эти выходные произносят тысячи бойцов срочной службы. В нынешнее время это приобретает особое значение, когда вокруг границ складывается непростая ситуация. В основе политики нашего государства – мир, стабильность, согласие и спокойствие. Но вызовы времени вынуждают быть начеку. Любое государство чего-то стоит, если умеет защищаться. Мы, безусловно, умеем защищаться, потому что личный состав настроен, люди идут в военкомат, люди не выходят от призыва. И тем самым, становяя строить оружие, мы являемся гарантом стабильности и безопасности нашей страны. Мы готовы защищать нашу землю с оружием в руках. Как сказал президент, чужого нам не надо, но свое не отдадим. После церемонии – самый приятный момент. Главных героев торжественного ритуала отпускают в первое увольнение. Кто-то проводит время с родными до вечера, а кто-то – сутки. По возвращению – ответственная служба в воинских частях. Ольга Васенде, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.